9 самостроев по решению суда пойдут под снос в Хабаровске. В городе проходят рейды специалистов мэрии по выявлению незаконных строений. Так на улице Аэродромной предприниматель затеял реконструкцию магазина и не получил на это соответствующего разрешения. На пересечении улиц Суворова и Малиновского самострой помогли обнаружить местные жители. Только с начала года проведено более 150 выездных проверок стройплощадок и рейдов по частному сектору. В них выявили 20 объектов незаконного строительства. Почти половина в железнодорожном районе, остальные в Индустриальном, Краснофлотском, Центральном и Кировском. По решению суда 9 самовольных построек будут снесены. За последние 4 года в Хабаровске ликвидированы 4 самоостроя, дома, автосервисы, офисные объекты. Обсуждение темы мы продолжим вместе с нашим гостем в студии Вячеслав и Инсу, заместитель директора Департамента архитектуры и землепользования администрации города Хабаровска. Вячеслав Иванович, доброе утро. Объект строительства, какой должен пройти согласование? В соответствии с градостроительным законодательством, необходимо для получения разрешения на строительство прохождение определенных процедур. Это обязательное требование. Исходя из норм законодательства, возможно выстроить условную модель прохождения процедур, которые будут представлять из себя при наличии оформленных прав на земельный участок. Это получение градостроительного плана земельного участка, получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям, проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, прохождение экспертизы, государственная или не государственная, если это необходимо в соответствии с законодательством. И естественно получение разрешения на строительство объекта. Но чтобы все это получить, это достаточно сложная процедура или нет? Потому что почему вообще появляется самострои? Причины могут быть разные. Но бытует мнение, что у владельцев участков, что процедура оформления разрешительной документации это сложная, длительная процедура. Поэтому начинает строить без оформления соответствующих документов. Некоторые, зная законодательство, ставят этот вопрос получения разрешения на строительство на второй план. Бывают случаи, что объекты строят после начала строительства, оформляют разрешительную документацию. А так можно? Нет, но есть мнение у некоторых застройщиков, что для кого-то важны объемы, скорость, темпы. Поэтому бывают и такие примеры. Вот, кстати, про такие примеры. Действительно ли бывает, что если объект призван самостроем, то он не обязательно должен быть снесен, а его можно каким-то образом легализовать? На самом деле, 4 августа 2018 года были внесены изменения в федеральное законодательство, в том числе в градостроительное и гражданский кодекс. Сегодня, на самом деле, по решению суда или по решению органов местного самоуправления, объект подлежит сносу. Или, возможно, по решению суда привести в соответствии с параметром, установленным документацией по планировке территории и правилам землепоизоляции застройки. Поэтому на сегодня можно сказать, что права застройщиков, самостройщиков, скажем, лучше защищены. Но они наверняка пользуются этой лазейкой, что вроде бы приводят в нормативное состояние, на самом деле просто затягивают сроки. Такое тоже бывает? Ну, примеры такие есть тоже, конечно. А вот если все-таки суд решил, что возможности легализовать нет, да, вот этот объект, его принимают решение снести. Кто принимает это решение и как? Ну, я уже сказал вначале о том, что в рамках законодательства решение о сносе может принять суд или орган местного самоуправления. Необходимо есть выполнение определенных условий, но снос принимается только вот или судом, или органом местного самоуправления. А кто и как должен сносить эти объекты? Ну, по решению суда сносит объект, должен сносить производителя, лицо, которое осуществляло строительство этого объекта. Да, если производитель работы или лицо, которое осуществляло строительство, не выявлено, то снос будет осуществлять владелец участка. Затем заклюнуло право о собственности, пожениваемое владение или в аренде, и это самое. А должен ли как-то потом облагородить эту территорию? Да, на сегодня снос производится по проектам организации, да, сноса этих объектов. Поэтому, естественно, участок должен быть восстановлен. А если суд постановил снести объект, а владелец говорит, что, вы знаете, у меня нет денег на вот эти вот все работы, то получается это все делается за счет муниципалитета, а потом выставляется счет или как? Нет, ну, если на сегодня, вообще, если есть решение суда и открытое исполнительное производство, то если не получается решить вопрос сноса за счет того, кто возвел эту постройку, то, естественно, уже подключаются судебные приставы, и за счет соответствующих средств федеральных, допустим, да, принимается решение о сносе. Ну, когда мы говорим о действительно каких-то вопиющих нарушениях, да, когда началось строительство без разрешения на таковое строительство, ну, другие серьезные нарушения, да, здесь все понятно. А насколько часто возникают вот в практике случаи, когда вроде бы и документы были все получены, и строительство велось на, казалось бы, законных основаниях, но потом возникают какие-то вопросы по поводу оформления, где-то, где-то вот как будто бы что-то вот что-то недооформленное. Вот такие мелочи, из-за которых возникают споры. Ну, такие споры на самом деле возникают. Вот, и, ну, к примеру, допустим, есть объекты, когда возводятся, в общем-то, ну, все документы в рамках законодательства были оформлены, да, документация прошла экспертиза, получено разрушение закона. Допустим, поступает жалоба со стороны смежников и пытаются обжаловать. Ну, здесь, конечно, уже вопросы данные спорные рассматриваются на уровне суда. Но такие часто бывают? Нет, я думаю, что такие случаи не очень часто. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Напомню, в студии был Вячеслав И.Инсу, заместитель директора департамента архитектуры и землепользования администрации Хабаровска. Хабаровска.